Здравствуйте! Вы смотрите новости губернии в студии Георгий Фёдоров. Коротко о главных темах. Что бы хватило? В регион по поручению губернатора приезжают миллионные партии масок и разлетаются по аптечным и торговым сетям. О том, сколько уже доставили и где их купить, расскажем. Ещё одна версия. На чувашском языке. Песня «День Победы» обретает новое звучание в исполнении артистов Республики регионов ПФО. Сложно ли было переводить, расскажут коллеги из Чебоксар. Все по местам. Семья Кураевых из Чапаевска теперь ездит на новеньком микроавтобусе. Автомобиль – подарок губернатора. Сюрприз от главы региона не первый, а поддержки многодетных – наши корреспонденты. Субтитры делал DimaTorzok Кошкинском, Красноярском, Хворостянском и Безинчукском районах. Всего в регионе 676 случаев COVID-19. Выздоровели 75 человек, 6 скончались. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба. Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова акцентировала внимание на том, что сотрудники организации, которые работают с людьми, должны проходить тесты на коронавирус. Все-таки о возможности рассмотреть лабораторию, где бы мы могли проводить диагностику периодическую, именно у сотрудников, которые имеют наибольший контакт с населением, но не входят в высокую группу риска по тем критериям. Так, обследование в обязательном порядке будут проходить соцработники, врачи, служащие. Цель – не допустить очаговых заражений. Губернатор Самарской области поручил Министерству здравоохранения организовать такую работу. Также в условиях самоизоляции важно уделить поддержку бизнесу, индивидуальным предпринимателям и самозанятым. Такая работа ведется как на региональном, так и на федеральном уровнях. Но не все жители Самарской области об этом знают. Губернатор Дмитрий Азаров поручил всем главам муниципальных образований информировать людей о мерах поддержки со стороны государства и региональных властей. На сайте правительства есть полная информация в простой, понятной, доступной, наглядной форме, представленная и о мерах поддержки бизнеса, и о мерах поддержки не защищенных слоев населения. Объем информации огромный, и зачастую тяжело в ней ориентироваться. Поэтому мы точечно эту информацию должны постараться до каждой категории довести. Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с участниками общероссийской акции «Мы вместе». Она объединила волонтеров, предпринимателей, политиков, спортсменов, деятелей культуры. Все для того, чтобы помочь тем, кому сейчас особенно тяжело. За время работы акции уже поступило более двух миллионов заявок. Это в том числе доставка продуктов, лекарств, оплата услуг ЖКХ. Сейчас очень важно пожилым людям оставаться дома, и все необходимое готовы за них сделать волонтеры. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также принял участие в акции. Все подробности в нашем материале. Десятки волонтеров тут каждый день. Все меры безопасности соблюдаются. Здесь происходит упаковка продуктовых наборов. Их собирают в рамках акции «Мы вместе». С утра перед штабом нас проверяет врач на состояние температуры, само состояние организма. Мы заполняем анкету, как себя чувствуем. Ну и самые банальные вещи. После этого обработка рук. Выдается нам весь комплект. Маска, перчатки и халат. И мы начинаем работу. Схема отработана до мелочей. Сначала в пакет ставят муку. Она самая тяжелая. Далее овсяные хлопья, масло, рис и все остальные продукты. Поступает заявка. Она передается в районные штабы. Суткается уже нам волонтерам. Мы получаем пакеты. И ведем по адресу. Перед этим связываемся с бабушкой и дедушкой, которая у нас получит. Евгении Аршлутовой губернатор позвонил сам. Она почетный гражданин Самарской области. Единственный в регионе народный учитель СССР. 1 мая для нее на самом деле профессиональный праздник. Всю жизнь в работе. 45 лет преподавала физику в 25-й школе. При доставке волонтеры соблюдают все меры безопасности в перчатках и масках. Близко не подходят. Съемочная группа губернии также работает со всей осторожностью. В квартиру не заходим. Интервью пишем как минимум на расстоянии 3 метров. Евгения Александровна признается, режим самоизоляции соблюдает. У меня очень много знакомых среди учеников бывших. У меня много знакомых среди преподавателей, тоже работающих и поныне в школе. Поэтому мне звонки, бесконечные звонки и по сотам и по городскому телефону до сих пор идут. Мне некогда было скучать. Либо я звонила, либо мне звонили, либо я слушала телевизор. Волонтеры акции «Мы вместе» работают на территории всей Самарской области. Сейчас уже передано свыше 8 тысяч продуктовых пакетов. Здравствуйте, Анна Ильинична. Здравствуйте. Мы хотим вас поздравить с 1 мая и вручить такой вот подарок. Спасибо. Эти цветы в праздничный день от губернатора Анна Варгадяева, герой социалистического труда. Более 40 лет трудилась в сельском хозяйстве. Пример ее приводили не раз. Вот архивные кадры. Примеров самоотверженного труда животноводов немало. На молочной ферме совхоза «Кряж» работает Анна Ильинична Варгадяева. В прошлом году от каждой из 24 коров, закрепленных за нею, она надоела по 4813 килограммов молока. Сейчас Анна Варгадяева вот уже больше месяца соблюдает режим самоизоляции. Говорит, что с мужем никуда не ходят. Перед волонтерами же стоит задача дойти буквально до каждого. До июня будет передано более 40 тысяч продуктовых наборов. В основном бабушки, дедушки благодарят за то, что к ним внимание. Даже не сколько за саму помощь, а за то, что о них помнят, их любят. Им такое внимание оказывается от региона, от государства, что они в трудную минуту... И от волонтеров. Ты рассказываешь слова благодарности, передаешь всем? Да, конечно. Хорошо. Ребята, я вам тоже хочу сказать слова благодарности. Дело делаете важное. Оставайтесь такими же. Так, идем, Василий. Сложим, успокоим. Ольга Павловская, Алексей Вермискин, Александр Каракулько. Новости губернии. Хватит на всех. В Самарской области одна за другой поступают крупные партии масок. По одному миллиону штук приехали 30 апреля, 3 и 5 мая. И уже распределены по крупным и мелким торговым и аптечным сетям. Напомню, с 1 мая в регионе действует масочный режим. А значит, каждый житель должен иметь возможность купить себе с запасом средства индивидуальной защиты. Наша съемочная группа встретила одну из партий. Плюс 3 миллиона. Столько одноразовых масок приехало за последнюю неделю в Самарскую область. Глава региона Дмитрий Азаров поставил задачу обеспечить предприятие и аптечные сети доступным и качественным медицинским товаром. Крупные партии масок поступили к нам 30 апреля, 3 и 5 мая. Каждая – это 8 тонн груза, средств индивидуальной защиты, сертифицированных, соответствующих всем санитарным нормам, преодолевающих тысячи километров, чтобы добраться до жителей губернии. Одна партия приехала из Подольска Московской области. Доставляли с соблюдением необходимых требований безопасности. Практически везде при оформлении документов, при заезде на территорию меряют температуру, проверяют наличие масок и без масок. И если не нормальная температура, то не запускают на погрузку. Маски еще разгружают, а их уже ждут у территории склада. Средства индивидуальной защиты разъезжаются по магазинам и аптекам региона, чтобы поступить в продажу очень быстро. За ними приезжают сразу же, как только партия оказывается на складе. В связи с введением масочного режима, а он действует в области с 1 мая, спрос резко вырос. Нужно успевать пополнять запасы. Аптечные сети и магазины, которые занимаются реализацией данных масок, то есть реагируют на наше поступление очень быстро. То есть в считанный, я бы сказал, день, максимум на следующий день, весь этот объем, не могу сказать по этому, а по предыдущему миллиона, он весь разошелся. Маски завозят уже с опережением графика. Их должно хватить всем жителям даже отдаленных территорий области. Чтобы каждый гражданин, находясь в транспорте, магазине или другом людном месте, надевал средства индивидуальной защиты. Выяснить адреса, где их купить, можно по телефонам горячей линии областного Минздрава. Светлана Стребкова, Сергей Александров, Новости губернии. Руководителям ветеранских организаций региона безвозмездно передали полторы тысячи средств индивидуальной защиты. Маски помогут ветеранам-активистам защитить свое здоровье в период самоизоляции. Напомним, масочный режим, утвержденный постановлением губернатора Дмитрия Азарова, действует до 11 мая. У нас актив 20 человек. Я позвоню и все эти маски отдам нашим активистам. Как они помогут? Они помогут защититься от этого не только себя, но и своих близких. Наше правительство во главе с Дмитрием Азаровым действительно от всего сердца желает, чтобы наш действительно район, наш регион отставить, наш регион был самый лучший в стране. И проделывает огромную работу. И наши ветераны это видят и это ценят. В Самарской области проходят проверки на въездах в населенные пункты и выездах из них. Полицейские уточняют у водителей цель передвижения. Помимо этого, автомобилистам также напоминают о введении с 1 мая на территории региона масочного режима. Работу ведут в рамках комплекса мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Наша съемочная группа отправилась на пост ГИБДД в Зубчининовку, чтобы своими глазами увидеть, как проходят проверки. Мария Шпакова расскажет подробнее. Добрый день, старший лейтенант Удышкин. Проверка документов, товарищ водитель. Проверка документов на постах Самары и области. Дорогу сузили до одной полосы. На каждого водителя не больше минуты. Вы куда двигаетесь? Я вот на магистральную, честно сказать, магазин за комбикормом. У водителей не только проверяют документы на транспортное средство и интересуются их маршрутом, но и напоминают, что с 1 мая постановлением губернатора Самарской области в регионе введен масочный режим. Надо маски носить. В общественных местах. Машины-то не обязательно ваши собственные, а в общественных. Мы даже вот с женой защищаемся. Понятно. Начали вы пти. На контрольном пункте останавливают и легковушки, и автобусы. Пассажиров также информируют, что в общественных местах необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты. В автобусах, в такси, в магазинах обязательно нужно находиться в Москве в целях вашей же защиты. Огромная пробка на выезд из города. Причем она организовалась не из-за проверки, а из-за того, что люди в массовом порядке решили на майские праздники выехать за город. Но всем им во время возвращения в Самару стоит помнить, что нужно будет предъявлять соответствующие документы. Рейсовые автобусы по дачным маршрутам не ходят, но посещать свои участки разрешено. Работа на грядках и в теплицах с приходом весны началась активно. Автомобилистов, направляющихся на дачу, сотрудники ГИБДД просят предъявлять свидетельство на право собственности, на дом или участок. И без необходимости не покидать город. Все же безопаснее сейчас оставаться дома. Мария Шмагой, Сергей Александров, новости губернии. Как сохранить душевное равновесие, находясь постоянно дома? Жители Самарской области стали чаще обращаться на региональную линию психологической помощи. Во время действия режима самоизоляции поддержку профессионалы оказывают дистанционно. Советы специалистов в нашем материале. Постоянное нахождение в замкнутом пространстве, дистанционная работа и параллельная с этим организация обучения детей. Это, по словам специалистов, приводит к усталости, стиранию грани между обязанностями и личной жизнью. Из-за чего может появиться чувство страха, тревожности и панические атаки. И хоть каждый случай уникален, есть и общие советы о том, как с этим бороться. Рационально управлять таким чувством, как страх, очень сложно. Лучше всего это делать через телесные ощущения. То есть слушать музыку, подойти, понюхать то, что нравится запах. Какие-то специи или какие-то духи. Ну, что нравится. Потрогать то, что нравится тактильное ощущение. Включить, не знаю, погладить кошку, кому нравится. Потрогать какую-то ткань. То есть включить все органы чувств. И за счет этого тревога снижается. Если страх вредит прежде всего человеку, который его испытывает, то проблемы с контролем агрессии затрагивают как близких, так и незнакомцев, попавших под горячую руку. С агрессией самому человеку справляться тоже варианты есть. Физические упражнения, чтобы от агрессии избавиться. Либо, если не помогает, опять же обратиться к психологу. Оказывают поддержку дистанционно. Работать в таком формате областной центр социальной помощи семье и детям стал по поручению губернатора Дмитрия Азарова. За месяц специалистами было проведено более 400 консультаций по видеосвязи. На телефон доверия поступило более 1700 звонков. Наша помощь оказалась достаточно востребованной. Мы видим обращение и при записи на онлайн-консультации, и мы видим увеличение обращаемости на телефон доверия. Есть и те люди, которые сейчас получают помощь уже на такой основе пролонгированной. У нас примерно 30% уже идут повторные консультации. Получить помощь специалистов можно, обратившись по телефону доверия, либо записавшись на консультацию. Номера указаны на экране. Дарья Зотова, Сергей Костин, Новости губернии. С поправкой на дистант. Ученики Самарской области даже в период действия ограничительных мероприятий посещают не только онлайн-уроки, но и продолжают заниматься в кружках и секциях на удаленке. Больше месяца занятия для школьников и студентов проходят дистанционно. За это время Министерство образования и науки Самарской области разработало единый подход к организации учебного процесса. Его представили в рамках Московского международного салона образования. У Самарской области есть хорошие наработки, связанные и с вещами, с обеспечением техникой, с мониторингом, с теми платформами, с которыми мы работаем, с единым подходом, связанным с расписанием, с содержательными вещами, построением урока. Министерство образования и науки Самарской области и все педагоги региона решали вопросы в режиме онлайн, составляли единое расписание, переписывали планы уроков с учетом индивидуальных возможностей семьи. Самую острую проблему помог решить губернатор Дмитрий Азаров. По поручению главы региона 162 новых ноутбука были переданы на время дистанционного обучения многодетным семьям. К обеспечению детей и учителей необходимой техникой подключились образовательные организации и областное бизнес-сообщество. Мы какое-то количество семей разных обеспечили техникой за счет разных источников. Мы онлайн, вот переход в дистанцию нам помог в 15 селах области, наконец-то появился интернет. Как только будут отменены ограничительные мероприятия, обучение во всех образовательных учреждениях, в том числе и в детском технопарке, будет проходить в очной форме, подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. После перехода в офлайн учителя и наставники интегрируют в свою работу лучшие практики и методики, которые были разработаны в период дистанта. Микроавтобус в подарок получила многодетная семья из Чапаевска. У Кураевых 13 детей. Автомобиль приобретен по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это не первая просьба, с которой семья обращалась к главе региона. О мерах поддержки и личном внимании к многодетным в этот непростой период в нашем материале. Новенький мини-вэн за рулем глава семейства Николай Кураев немного нервничает. Раньше ездил только на механике. Теперь приходится осваивать коробку-автомат. Но задача исправляется быстро, эмоции не скрывает, подарком доволен. Вот такую нам губернатор машину подарил. Цвет машины Николай выбирал сам. Перед этим, конечно же, посоветовался с супругой. Семь мест плюс водительское. Комфортный и бесшумный мини-вэн. Его эргономику особенно оценили младшенькие. На таких сиденьях по дороге можно хорошенько выспаться. У нас много друзей, семей каких-то. Ну, то есть, есть нам куда ездить. Ну, и в больницу, в конце концов, надо детей возить. Просто и в школу надо теперь будет. А то они пешком тут ходят, ну, далековато. Вот. И... Ну, есть куда ездить нам, конечно. Проблема большая будет решена у нас. Старшему ребенку в семье Кураевых 20. Младшему чуть больше трех месяцев. Марк родился в конце января. На выписку малыша приехал губернатор. Именно тогда он и вручил сертификат на автомобиль. Вот берете, обсудим и обязательно вопрос тоже решим, чтобы все вместе могли. Автомобилем сюрпризы не ограничились. Багажник оказался доверху набит игрушками и полезной электроникой. Дмитрий Азаров раньше уже помогал семье Кураевых. В 2018 году они получили порядка полутора миллионов рублей на расширение дома. Нам также помог завершить строительство также губернатор. Мы начали. Ну, сложно все-таки, большой для наших средств финансовых оказался немножко не под силу. Мы тоже просили помощи. Тоже он выделил средства и завершили строительство. Кураевы люди творческие. Кто-то играет на гитаре, а вот Софья рисует. Влечет ее космос и пейзажи. Губернатору она подарила картину, где красуется птица с веристель. Я очень люблю птицы. И мне все время жалко их, когда они зимой, им нечего кушать. А это, как раз, зимняя птица. И мне очень так она понравилась. Правительство области намерено и дальше курировать многодетные семьи. Общепринятыми мерами поддержки дело не ограничивается. В особых случаях глава региона готов оказывать помощь даже в ручном режиме. Руслан Шарипов, Роман Апарин, Андрей Авдеев. Новости губернии. На карте Самары новая достопримечательность. На площади Славы заканчиваются работы на аллее маршалов. 9 мая официальное открытие, но торжеств не будет. Анна Ивахина продолжит тему. Восемь постаментов пока еще безликих, но надписи говорят сами за себя. Василевский, Мересков, Еременко, Соколовский, Шапошников, Малиновский, Ворошилов. Полководцы жизни и судьба которых так или иначе связаны с городом Куйбышевым. Теперь у маршалов Победы в Самаре своя аллея на площади Славы на пути к храму Георгия Победоносца. Здесь опускались на глубину 3 метра горнобивные сваи, потом белые росты и сплошную заливку. То есть вся аллея связана с сплошной заливкой на глубине где-то от метра до минус 50 сантиметров. Создать аллею маршалов к 75-й годовщине Великой Победы идея самарских общественников. Окончательное решение было принято в конце 2019 года на заседании рабочей группы, которая обсуждает народные инициативы об установке тех или иных скульптур. Как только позволила погода, подрядчик приступил к работе. «Были выполнены бетонные основания, свайное поле, потому что тут усиленные конструкции для поддержки бюстов, в принципе, армирование и дальнейшее залитие бетона». «Не обидно вам, что такой красивый объект не будет торжественно открыт, к сожалению?» «Ну, конечно, обидно. Мы всем ждем этот день. Ну, вот так получилось. Я думаю, все будет нормально». Торжественного открытия с музыкой, зрителями и почетными гостями-ветеранами действительно не будет. По крайней мере, пока. 9 мая аллея просто начнет работу. Коронавирус серьезно изменил планы празднования Великой Победы в этом мае. Но никакие обстоятельства не в силах изменить отношения людей к самому важному дню в истории. «Никакая пандемия не может отменить память о Великой войне и о Великой Победе. Придет время, когда мы сможем в торжественной обстановке отметить победу в Великой Отечественной войне. Обязательно этот день настанет, когда мы победим угрозу распространения инфекции, когда мы сможем быть уверены, что здоровье людей не подвергается никакой угрозе. И, конечно, в первую очередь здоровье наших ветеранов». Тем не менее, день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет официально считаться днем открытия аллеи маршалов. Анна Ивахина, Александр Каракулько, Новости губернии. Жители Самоскобласти присоединяются к международной акции «Сад памяти». Посвящена она 75-летию Победы. Ее цель – увековечить подвиг каждого воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Добровольцы на территории России и в государствах СНГ высадят 27 миллионов деревьев. Поучаствовать в акции может любой желающий. Как именно – расскажем дальше. «Один саженец – одна история» Анастасии Самыкина сажает в похвестнивском лесничестве березы и дубы в память о павших в Великой Отечественной войне. Вспоминает деда Николая Петровича. Он был призван на фронт из Куйбышева. «Он воевал, был летчиком, удостоен множества наград. И когда я высаживаю деревья, я отдаю дань памяти не только своему дедушке, но и всем, участвующим в этой страшной войне». Деревья сажают в похвестнивском районе. Отсюда, в 41-м, на фронт ушло 16 тысяч человек. Те, кто остался здесь, готовили для фронта оружейные приклады – лыжи, снегоступы, сани, телеги и пропеллеры для самолетов. «У каждого жителя похвестнивского района я чувствую в глубине скорбь и глубокое уважение именно этим людям». Сад памяти. Акция международная. Участвуют все страны бывшего союза. Каждый участник создает погибшим живой памятник. И таких по всей стране появится 27 миллионов. Именно столько советских воинов погибло в боях Великой Отечественной. Важность акции отмечала губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании. «Каждая семья затронула все-таки Великой Отечественной война. Наверное, в нашей стране нет семьи, которая не затронула этот период. Естественно, понимаешь, насколько важно помнить и о погибших в Великой Отечественной войне. Важно чтить память». В посадке принимают участие волонтеры Победы и лесники. Их минимальное количество все соблюдают меры безопасности. «Высадка происходит по схеме три ряда дуба, один ряд березы. Наша съемочная группа в памяти погибших в Великой Отечественной войне тоже присоединяется к акции. Мы сейчас сажаем сеяние с дуба». В Похвестневском районе в рамках акции «Сад памяти в памяти земляках» высадят 15 тысяч деревьев. В рамках реализации регионального проекта сохранения лесов нацпроекта «Экология» планирует увеличивать объем работ по лесовосстановлению. К 2024 году они достигнут 850 гектаров. «В Самарской области в этом году мы 545 гектар высадим саженцев. Это в рамках национального проекта сохранения лесов. Здесь вы видите комбинированную посадку, идет и механическая посадка, и ручная. Это особое чувство, когда ты посадил дерево, а участникам сегодня не одно дерево, несколько десятков, может сотни деревьев. Я думаю, что люди этим могут гордиться». Принять участие в акции можно, не выходя из дома. Тем, кто проживает в частном доме или в данное время находится на даче, могут посадить дерево у себя на участке и отметить его на интерактивной доске на сайте sadpamity2020.rf. Если вы живете в квартире, можно поддержать акцию, нарисовав или сделав подделку в виде дерева, которое посадите позже. И не забудьте поддержать акцию в соцсетях хэштегом садпамяти дома. Продлится акция до 22 июня. Татьяна Пудва, Александр Дудко, Новости губерния. Самарская область участвует во всероссийском проекте «Память героев». В его рамках записываются ролики о выдающихся участниках Великой Отечественной войны. Наши земляки сняли видео с рассказом об Ольге Санфировой, первой самарчанке, удостойной почетного звания Героя Советского Союза. Подробности у Андрея Фадеева. Любовь к небу и страсть полетам владели ею с самого детства. В декабре тысячи... Извини, да. Да можешь еще раз позже, да? Там вообще было несколько ошибок. Так выглядит рабочий процесс записи роликов о героях Советского Союза. Проект «Памяти героев» призван почтить тех, кто совершал подвиги во время Великой Отечественной войны и принес нашей стране победу. Великая Отечественная война – это то самое событие, которое затронуло все семьи России. У меня у самого один прадед погиб, один пришел с войны раненый. Я считаю, что каждый должен говорить о своих предках, кто был причастен к этому. Потому что нет в России семьи, которая не коснулась бы это ужасное событие. В этом выпуске Дмитрий рассказывает об Ольге Санфировой – самарской летчице, которая совершила 630 ночных вылетов. Ролик вышел в ее день рождения – 2 мая. Ольга Александровна Санфирова не случайно была выбрана для проекта. Ведь это первая женщина в истории Самары, которая получила звание Героя Советского Союза. В честь летчицы в городе назвали улицу, а в 1985 году поставили вот этот памятник. Всего на данный момент планируется как минимум 5 выпусков, приуроченных к памятным датам в жизни героев. Минимум потому, что любой человек может поучаствовать в проекте. Для этого необходимо снять ролик об участнике Великой Отечественной войны и разместить в социальных сетях с хэштегом «Памяти героев». Я не могу вам сказать, сколько конкретно планируем, потому что к акции может присоединиться вообще любой желающий. То есть любой человек может снять ролик про своего родственника, например. Могут присоединиться муниципалитеты. Мы на это рассчитываем, что наши коллеги тоже будут снимать про своих героев, которые были рождены в их муниципальных образованиях. Поэтому неограниченное количество. Ролики проекта уже размещены в соцсетях на страницах Агентства по реализации молодежной политики. Помимо этого проекта в скором времени стартует еще один, который будет рассказывать об улицах города и героях, в честь которых они названы. Андрей Фадеев, Сергей Александров, Новости губернии. В списках не значатся еще тысячи самарцев-бойцов Красной Армии, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной. Но сейчас в этом печальном мартирологии одним именем стало меньше. Самарские поисковики в рамках акции «Судьба солдата» выяснили фронтовой путь куйбышевца Александра Платонова. Как им это удалось, расскажет наш материал. Тамара Александровна спустя 75 лет наконец-то узнала о судьбе своего отца Александра Алексеевича Платонова, командира саперной роты, который пропал без вести в 43-м. Поисковики принесли женщине документы, из которых следует, что боец погиб и похоронен в Белоруссии. Женщина хорошо помнит, как в победном 45-м они с матерью безуспешно пытались получить весточку об отце, опрашивая приходившие в куйбышев с фронта составы. С мамой мы ходили. Вот когда вслух прошел, что эшелоны идут. Мама меня собирала, мы шли на вокзал. Собирали продукты, какие покушать солдатам, воды набирали и шли на вокзал. И вот этот момент я помню. О лейтенанте Платонове и тысячах других бойцов стало известно благодаря всероссийской акции «Судьба солдата». В непростой эпидемиологической ситуации проект перешел в онлайн-формат. Заявления от родственников погибших или пропавших без вести приходят в электронном виде. На сегодня уже зарегистрировано не менее 30 заявлений. Все они в работе. По шести обращениям практически готовы ответы. У нас есть общеизвестные банки данных. Это память народа, это ОБД-мемориал, которыми могут пользоваться все люди. Но также у нас есть свои, скажем так, свои банки. Например, ВПЦ Отечество, общий доступ к ним закрыт. Смотрим, с каких, например, почтовых полевых станций приходили письма. Сейчас поисковики ищут родственников летчика Федора Степановича Никулина, 1919 года рождения, погибшего на Украине. В Исоклинском районе у него осталась жена, Купцова Александра Сергеевна. Всех, располагающих какими-либо сведениями по данной теме, просят позвонить по телефону 8-927-203-63-95. Стоит добавить, что проект «Судьба солдат онлайн» в регионе проводится в рамках Года памяти и славы, объявленного президентом России Владимиром Путином. Владислав Жирнов, Роман Апарин, Новости губернии. Песня «День Победы» обрела этой весной новое звучание. Ее поют все регионы Приволжского федерального округа, в том числе и на языках проживающих там народов. Так проходит акция «Наш День Победы». Она инициирована аппаратом полномочного представителя президента в ПФО. Сегодня к песенному марафону присоединилась Чувашская республика. Сюжет наших коллег из Чебоксар. Песня «Давида Тухманова и Владимира Харитонова» благодаря акции «Наш День Победы» зазвучала по-новому. Все регионы Приволжского федерального округа сегодня впервые услышали ее на чувашском языке, в переводе народного поэта республики Юрия Семендера. «Сложная ритмика и мелодия сложная, и текст непростой. Поэтому и при переводе на чувашский язык трудности были. Однако несколько вариантов сделали, и получилось, можно сказать, что текст сейчас поется, свободно поется, хорошо». Этот день приближали, как могли, не только непосредственные участники боевых действий, но и труженики тыла, и матери, которые провожали детей на фронт. В Чувашии есть памятник в честь крестьянки Татьяны Николаевой, у которой семеро из восьми сыновей погибли на поле битвы. О павших в годы Великой Отечественной рассказали участники проекта, популярные артисты и исполнители. «За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики, а это 208 тысяч ее жителей. Каждый второй не вернулся в родные края». Песню «День Победы» уже исполнили на мордовском, марийском, удмуртском, башкирском, татарском языках. К акции подключились все 14 регионов ПФО, в том числе и Самарская область. 29 апреля легендарную композицию исполнил Волжский народный хор имени Петра Милославова. 7 мая Чувашская республика передаст эстафету Кировской области. Все съемки проходили до введения режима самоизоляции. Больше новостей на нашем сайте. А у меня пока на этом все. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok